Привет всем, кто смотрит мой канал, кто любит мои видео и ждет их. Сегодня будем готовить с вами очень простое блюдо, просто необыкновенно простое. Это из разряда выпечки. Назову его манник с изюмом. Для его приготовления беру 3 яйца и разбиваю сразу в чашу. Сразу желток с белком не разделяю в этот раз. 3 яичка разбиваю в чашу, аккуратно, чтобы осколки от скорлупы туда не попали. На этот раз сразу же добавляю 5 столовых ложечек сахара. Можно даже 6 добавить. И взбиваю в крепкую такую пену. Конечно, это будет не такая пена, как когда отдельно взбиваются белки, но тем не менее. Туда же я добавлю пакетик ванильного сахара. Можно сразу. Следующий шаг. Я беру 250 мл натурального йогурта. У меня это вот такой, я вам тоже уже показывала, мой любимый йогурт Валио. Вот такой. 2,5% жирности. Без всяких добавок. Очень он густой, что вы можете наблюдать. И сюда же я добавляю, для немножечко поднятия жирности, 2 столовых ложки сметанки с горочкой. Перемешаю. И отправлю в нашу чашу, где взбиваются яйца. И еще немного взобью. Добавляю туда же пакетик, можно быть, литера для теста, чтобы было более воздушным. У кого его нет, можно добавить соду. Но чтобы сода не комковалась, лучше ее тогда угасить уксусом или лимонным соком. Далее мы сюда добавляем, вот так, полный стакан манки. И перемешиваем. Даем манке возможность немного набухнуть. Минут 5, можно 10. И еще сюда мы добавим вот стакан изюма. Чуть меньше, чем стакан. Я его уже вымыла. И отправляю теперь сюда, к нашему манному тесту. Перемешаю. И буквально 5 минут, пусть это постоит. Я тем временем смазываю форму, которую буду готовить. И потом перелью все это и отправлю в духовку. Девочки, я долго думала и решила все-таки показать, как я готовлю манник в мультиварке. Вы меня об этом спрашивали, какие я блюда готовлю, просили рассказать про мультиварку. Так вот она. И сейчас мы приступим. Я беру эту кассульку. Сейчас, Ташонькин. Прям чуть-чуть маслице капаю. Хотя можно и сливочным намазанным как-то вот. И смазываю дно и чуть-чуть края ей смазываю. Так вот плотненько устанавливаю, чтобы там все нагревательный элемент попало. Показываю, что у меня здесь получилось. Вот такое вот тесто. Оно немножечко манкой подразбухло и получилось погуще, скажем так, чем было. И вот это все я выливаю в эту кассульку. И воскребаю все до последней капельки. Вот, пахнет очень вкусно тесто за счет вот этого йогурта. Просто обалденный аромат плюс ваниль. Вот, и изюм. Ну, вот именно пахнет йогуртом таким. Очень здорово. Вот. Вот это я все вылила. Вот таким образом это все выглядит. Теперь я закрываю плотно крышку. Еще вот покажу, да, здесь вот есть сбоку такой контейнер для сборки конденсата. И вот здесь вот фильтр, который вынимается, его можно почистить. Вот здесь вот, вот фильтр. И следующий шаг, что я делаю, прибавлю слегка. А сейчас у меня стоит вот стрелочка на гречке. Я должна перевести ее на выпечку. Вот. Что, собственно говоря, я и делаю. Я беру меню, кнопочку и перевожу на выпечку. 40 минут. 40 минут нам этого мало. Я беру время приготовления, довожу до 65 минут и нажимаю кнопку старт. То есть, если нам вдруг этого много, я в процессе приготовления смотрю, я, как правило, все оставлю на максимум. И никогда не поздно это все остановить кнопкой выкол. Вот. И если нам вдруг не хватает времени, соответственно, мы тоже нажимаем стоп по окончанию, да, еще раз переводим в режим выпечки и добавляем время. Переводим в режим выпечки и добавляем время. Все, загорелась красная кнопка. К сожалению, она сейчас выглядит как фиолетовая на камеру, да, на самом деле она красная. И вот наш манник, наш пирожок такой с изюмом, да, он начал выпекаться. То есть, вот, все. Девчонки, нельзя этого делать, но я открою и покажу вам, что вот процесс выпекания идет, и манник наш поднимается и быстренько закрывает. То есть, от начала уже прошло 25 минут, 40 минут осталось. Манник готов. Я вот его вытащила. Теперь осталось из кастрюльки перевернуть на тарелку. Вот так вот я перевернула манник на тарелочку. Вот так вот он выглядит еще. От него пар идет, то есть он теплый. Вот такой вот пирожок. Еще покажу его, как он выглядит на разрезе. Вот такой манник с изюмом сделала я на разрезе. Показываю его. Вот так это все выглядит. Потому что меня просили именно показывать, как выглядит готовый продукт в разрезе. Вот, пожалуйста. Вот таким образом. Спасибо за внимание. Всем приятного аппетита. Я надеюсь, вы его приготовите, и он вам понравится. Готовила я на этот раз манник в мультиварке. Как вы видели, никакой особой разницы с духовкой. Поэтому, в общем-то, духовку я люблю больше. Почему? Потому что в опекательном духовке. Потому что не люблю я духовку открывать во время приготовления. Здесь приходится, чтобы именно посмотреть, хватает ли времени. Или, наоборот, может быть, нужно выключить раньше, чтобы не подгорело. Это мой Антошенька. И он кушает манничек. Вот таким образом он его уже украсил, обгрыз. Получилось очень красиво. Антош, как пирожок тебе? Нравится? Да, нравится. Ушики. Ну, на пол не ставь. Не ставь, не ставь, не ставь, не ставь. Ну, откуси кусочек-то. Покажи, как ты его кушаешь. Вот. Отнял его и ест.